Есть ли у нас эфир? Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, друзья, что сегодня начат набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. И если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то проходите по ссылке, она у вас перед глазами, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Так, сейчас потихонечку будем подключаться. Надеюсь, кто-нибудь придет на мою вечеринку сегодняшнюю, кроме меня. Ну, если не придет, значит, буду один пищать тут. Если вы смотрите в прямом эфире, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Окей, хорошо. Да, есть. Видно, слышно. Итак, друзья, что здесь сегодня происходит? Сегодня нашей сценарной мастерской исполняется 15 лет. И я решил провести такой спонтанный эфир. Не знаю, не ожидаю на самом деле, что там толпа народу придет, будет как-то слушать. Но мне на самом деле важно самому сделать некий такой ретроспективный анализ, оглянуться назад в это время и подумать вслух, поразмышлять о том, какой путь мы прошли. Неким образом этот путь отрефлексировать. Ну, может быть, если кому-то еще, кроме меня, это будет интересно, то послушайте, зададите вопросы. Что такое наша сценарная мастерская? Ну, во-первых, у меня на самом деле всегда с самого-самого раннего детства у меня был некий такой, не то чтобы внутренний конфликт, а некие два направления жизни, направления развития. Одно направление писательское. Писать я начал очень рано. Первый осознанный, осмысленный литературный текст я написал в 6 лет. Это стихотворение. Бабочка крыльями машет, садится на травку и пляшет. Белка по дереву скачет, до плохорешки прячет. Вот в 6 лет я написал такое стихотворение. Я уже как-то осознавал, что это некий художественный текст, некое художественное целое. И потом, помимо написания текстов разных, разного рода разных художественных текстов, мне всегда хотелось учить людей. То есть мне всегда казалось, что какие-то попытки этого я предпринимал еще в самой-самой начальной школе. Я был звеньевым звездочкой своей пионерской, это даже октябрятской еще звездочкой. Постоянно занимался каким-то проповедованием. Лет в 14 мне впервые предложили в школе провести урок, урок музыки. Затем я поступил, собственно, в педагогический университет, на филологический факультет. И уже на третьем курсе я вышел на практику в школу, в гимназию номер один в Вологде. И провел первый свой урок в школе, урок русского языка в пятом классе. И там получилось очень забавно. Это был мой первый урок, я его прямо осознавал, что вот это мой первый урок в школе я провожу. И пришли какие-то две тетки проверяющие, а они не знали, что я стажер. Они не знали, что я стажер и что это мой первый урок. Что это были какие-то реально проверяющие тетки из РАНО, которые просто ходили, учителей отсматривали. И они были уверены, свято уверены в том, что это учитель профессиональный, все как бы ведет урок. После этого они ко мне подошли, долго мне там пожимали руку и говорили, что вы отличный педагог, вас нужно выдвигать на учителя года. Меня это очень озадачило и повеселило. Но в целом я уже тогда осознал, что в общем мне это нравится, у меня это кажется получается, ребятам интересно со мной. То есть я как-то умел находить общий язык. То есть, например, условно говоря, когда мы проходили Рубцова, я им показывал в окно, читал стихотворение, живу вблизи пустого храма. И потом показывал в окно и говорил, вот этот пустой храм, вот он вот там дальше по реке, вы можете его увидеть. Он сейчас не пустой, он рабочий, а вот он жил, поэт Рубцов жил напротив этого дома. Их это очень сильно поражало, то есть они включались в эту историю, литература для них становилась, вдруг оживала, она становилась настоящей. Или когда, значит, у меня в девятом классе, девятиклассник такой развязный такой, накурившийся сигарет на перемене, значит, парень такой, а зачем мне Шекспир? Я в ОМОНе буду служить. И я ему рассказываю историю про то, как мой папа, он учился в военном училище, ну учился на разведчика, что называется. И когда он пришел на первое занятие по английскому языку, потому что, ну, их готовили к встрече с потенциальным противником, с которым мы, собственно, сейчас и встречаемся. И все первое занятие будущих разведчиков советских учили правильно произносить фамилию Чакспир. И его это так поразило, что, оказывается, нам, ОМОНовцам, тоже нужен Шекспир. И он у меня играл Гамлета. Мы делали такую небольшую мини-постановку сценок из Гамлета. И, в общем, ну вот я чувствовал, что как-то меня к этому тянет, у меня это получается. Вот. И потом, в дальнейшем, когда я уже был профессиональным сценаристом, и мне, опять же, мне было интересно писать сценарий, мне было интересно писать пьесы, мне было интересно писать рассказы, конечно же. Но я всегда хотел мастерскую. То есть я всегда как-то вот видел, что вот она должна у меня быть, вот эта мастерская. И да, еще в свое время, еще в школьные годы был такой журнал «Парус». И там было несколько статей. Я тогда не обращал внимания на фамилии авторов, а потом я нашел эти статьи. Оказалось, что это статьи Альтшулера, где он показывал, давал технологию постановки жизненной цели. И вот тогда, сидя на столе в Сямже, я поставил жизненную цель для себя – создание дистанционного учебного заведения. То есть я по-разному это представлял. То есть я хотел учить писателей. И чтобы это была такая творческая мастерская, в которой можно было бы учиться дистанционно. Вот сидя в Сямже, я по-разному там придумал. То ли там по телефону лекции читать, то ли присылать письмами, да, и чтобы люди могли в самых разных отдаленных уголках страны и мира могли обучаться в этой сценарной… Ну, не сценарной, я тогда о сценаризме не думал, я думал о писательстве. Обучаться в этой мастерской. И вот оно постепенно, оно все как-то крутилось, 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 какие-то меня на мастер-классы на какие-то приглашали. И потом, оказавшись в Праге, я на Карловом мосту, там есть такая статуя Яна Непомуцкого. И вот ему надо было обязательно потереть живот, живот у него такой золотой, и загадать желание. И вот я потер ему живот и загадал желание, чтобы у меня была сценарная мастерская. И дальше сценарная мастерская потихоньку начала появляться. И я ее представлял, то есть, ну, как бы тогда онлайн образование, онлайн обучение вообще инфобизнеса не было как такового. И я представлял так, что это будет такое здание в центре Москвы, которое вот надо найти деньги, надо найти каких-то спонсоров, вовлечь каких-то людей, нанять преподавателей. И вот будут студенты, и вот я там буду людей обучать. А потом я вдруг подумал, а, собственно, зачем мне все это надо? Наверное, можно сделать все это как-то проще. И было это в 2008 году. Может быть, кто-то из вас помнит, что было осенью 2008 года. Осенью 2008 года был мировой финансовый кризис. Причем, что самое интересное, это далеко не первый финансовый кризис на нашей жизни, и, очевидно, не последний. Но парадоксальным образом, вот эти финансовые кризисы, да, скажем, самый страшный, самый сильный финансовый кризис, который наше поколение пережило, это кризис 90-го года. То есть, если вспомнить 90-й год, 91-й год, 93-й, 94-й, где-то вот к концу 94-го года чуть-чуть стало попускать. Но вот эти несколько лет это была просто жесть. То есть, это было, когда я иду в институт, захожу в хлебный магазин и вижу, хлеб стоит 400 рублей. Возвращаюсь обратно и думаю, надо хлеба купить, хлеб кончился. Значит, хлеб мы не каждый день покупали, растягивали на несколько дней. Вот, иду обратно, хлеб стоит 460 рублей. То есть, уже за один день, за полдня цена, ценники поменяли, цена поднялась. То есть, это, конечно, жутко было. Как мы выжили тогда, это ужасно все было. Ну, как-то выжили. Потом дальше следующий кризис. Кризис, да, то есть, был кризис, но мы про него даже особо не знали, да. То есть, мы его замечали вокруг себя, но про этот кризис не рассказывали по телевизору, не писали в газетах, да. То есть, в газетах было все хорошо, демократизация и так далее, и какой плохой Сталин, и вот все это было. Вот. Кризис 98-го года, он уже был более, как бы, более информационно насыщенным. То есть, про него уже писали. То есть, мы его наблюдали не только вокруг себя, но и когда там я вынужден был сигареты покупать, россыпью, потому что на пачку денег не хватало. Три сигареты покупал утром, и вот день каким-то образом тянул. Вот. А кризис 2008-го года, он был именно информационный. То есть, было невероятно сильное информационное давление. А мы еще работали, я был шеф-редактором газеты «Взгляд». То есть, вся эта информация, она вся перед, через нас переходила, да. То есть, и просто вот давление было, давление, информационное давление было чудовищное. Да. Плюс я еще взял ипотеку долларовую перед этим как раз. И у меня вся зарплата уходила на выплату ипотеки. То есть, у меня зарплата хватало на ипотеку и алименты. Я платил, все, все деньги уходили. То есть, это было, и морально это было очень тяжело. Я тогда работал, я тогда как раз уже, да, у нас начали газету закрывать, начали людей увольнять. Я перешел тогда осенью 2008-го, я перешел из «Взгляда» в газету «Частный корреспондент». Тоже, тоже шеф-редактором. И вот я помню, значит, на метро Татьяковской у нас там, в большой квартире был такой офис. Вот. И, значит, я сижу там в этом офисе. Первое, ну, конец ноября, уныло, значит, все как-то депрессивно. И я думаю, надо с этим что-то делать. То есть, надо делать какой-то, искать какой-то позитив. То есть, настолько, столько негатива, настолько тяжело это все. Вот, что нужно искать какой-то позитив. И я решил придумать, вот что я могу сделать позитивного, чтобы в мире стало немножечко лучше. Я решил запустить бесплатный онлайн-курс, бесплатный большой онлайн-курс по написанию сценариев. Причем мне, у меня не хватило ума сделать его, там, условно говоря, недельным или трехдневным. Я запустил сразу на год. Ничтоже тот у меня, ну, не на год, он 7 месяцев длился. Так что вот эти вот наши с вами традиции длительных, длительных бесплатных онлайн-курсов, они появились уже тогда. Вот. И я написал пост о том, что, типа, ребята, давайте, короче, ну, делайте репост и вписывайтесь. И мы с вами сделаем такую штуку. И про себя я подумал, ну, если человек 20 наберется, то будет уже отлично. Вот. И, значит, я это написал и поехал домой с работой. Приезжаю домой, у жены глаза такие бешеные. Типа, ты что там творишь? Что вообще, ты с ума сошел, что ли? Я говорю, что такое, что случилось? Я говорю, ты в интернет посмотри. Вот. Я, значит, тогда была такая поиск по блогам. Значит, я заглядываю этот поиск по блогам и вижу, что первым постом стоит мой пост в топе Яндекса. Вот. А вторыми, третьими, четвертыми пародии на мой пост. То есть, там, типа, мастер-класс по обучению BDSM. Там еще что-то. То есть, народ потешался как только можно. Вот. Вот таким образом я взорвал интернет. Но, тем не менее, набралось полторы тысячи человек. И 1 декабря 2008 года я изменил название своего ЖЖ. Я назвал ее «Сценарная мастерская Александра Молчанова». И вот появилось это название. «Сценарная мастерская Александра Молчанова» 1 декабря 2008 года. Сейчас оно является зарегистрированной торговой маркой. Кстати говоря, у нас есть соответствующий документ. И, да, я тогда, ну, как бы не очень, конечно, понимал, что и как делать. Да, то есть, мне хотелось путем этого мастер-класса, помимо всего прочего, ну, каким-то образом систематизировать и структурировать свои знания по сценарному мастерству. При этом я понимал, что вот пришла толпа людей на этот мастер-класс. И они, их надо каким-то образом удерживать. То есть, они, надо не просто их обучать, но нужно еще удерживать их внимание, чтобы у них было желание прийти на следующее занятие и узнать, что будет дальше. То есть, я должен был на практике показать то, чему я обучал. То есть, ну, в кино же главное, что в кино, главное, чтобы было интересно, чтобы зритель ждал, что будет дальше. И вот в моем мастер-классе тоже я придумывал постоянно какие-то крючки для того, чтобы люди знали, что вот надо прийти там два раза в неделю. Я выкладывал текстом урок в понедельник и в четверг. И вот люди приходили, ждали следующих уроков, делали домашние задания. И было несколько человек, которые прямо после этого мастер-класса, они стали профессиональными сценаристами, писали пьесы, сценарии и так далее. Анна Донатова, например, проходила этот мастер-класс. Кто-то еще там сейчас, сейчас не помню всех. Вот. И где-то уроку к седьмому, восьмому я понял, что у меня начинает получаться книга. Что она как-то интересно структурируется. То есть книга, которая сама себя пишет. Вот. И через семь месяцев она была закончена, эта книга. И я начал думать, собственно, что дальше с ней делать. И вот в Часкоре у нас был такой чувак, Володя Харитонов, он работал в издательстве «Контркультура». Я у него спросил, типа, Володя, кому отдать? Он говорит, вот, Саша Касьяненко, там, вот он сейчас занимается издательскими всякими проектами, предложи ему. Я ему отправил, Саша посмотрел, сказал, блин, очень классно, давай сделаем, только, говорит, просто книгу издать недостаточно. Давай, говорит, сделаем к ней еще видеоуроки. Вот. И мы сделали, мы реально записали видеоуроки, смонтировали аудио, озвучку нам делала Юля Бурмистрова. Мы ее где-то записывали, это где-то на студии. Вот. И первое время вместе с книгой мы прикладывали диск с видеоуроками. Есть даже люди, у которых этот диск сохранился. Вот. Но на самом деле, как вот именно, как видеоуроки эта история не взлетела, вот. А книга стала, ну, она стала не то чтобы как бы бестселлером, она стала таким лонгселлером. То есть, ее люди читали. И я до сих пор, там, время от времени мне кто-то пишет, присылает фотографию этого первого издания, буквально сценаристов. Она продавалась в Москве в трех местах. В Фаланстере, в Доме кино и во ВГИКе. И ее очень быстро как-то профессионалы прибрали к рукам и начали рекомендовать во всех киношколах. Потом, ну, забегая вперед, потом через какое-то время ко мне обратилось издательство Эксмо и предложили переиздать ее. Я ее там немножко переделал, расширил, и она уже там три или четыре переиздания уже выдержала. Ну, вот букварь сценариста. Я ее формулировал именно как задачу этой книги, чтобы это была первая книга сценариста. То есть, чтобы многие учебники, есть хорошие учебники, уже к тому времени была книга Миты, была книга Маки. Но они, блин, зубодробительные. То есть, это там начинающие просто зубы обламывают об этих книгах. А мне надо было, чтобы человек все понял, чтобы ему было интересно читать, чтобы он ее с удовольствием как бы прочитал и чему-то научился. Вот. Вот с этого началась наша мастерская. Но надо было развивать как-то ее дальше. Я пока не был готов в то время, не был готов как-то деньги за это брать. То есть, мне казалось, что это как-то сложно, это надо счет открывать, надо регистрировать то, регистрировать все, договора заключать, лицензию получать. Тогда мне это казалось ужасно сложным геморроем. И я решил, что лучше я в это все ввязываться не буду, я просто буду делать все бесплатно. То есть, я хочу это делать, я буду это делать. И буду делать это бесплатно, не буду пытаться на этом зарабатывать. И тогда мы параллельно запустили сразу же несколько проектов. Во-первых, мы запустили в Театре ДОК, мы вместе с моей женой Ириной Голубовой, мы запустили фестиваль «Кино без пленки». Что это такое? В Театре ДОК долгое время был такой фестиваль «Любимовка», где люди читали пьесы, делали читки пьес. Довольно влиятельный фестиваль. Кстати говоря, у меня была пьеса «Убийца» была показана на «Любимовке», и как раз-таки после этого она была поставлена в Театре ДОК к Михаилу Егорову. И мы как-то с... Опять же, кризис продолжается, да, мы с Еленой Анатольевной Греминой как-то созвонились и начали разговаривать, что вот было бы здорово, сейчас все сценаристы в депрессии сидят, работы ни у кого нет. Мне классно было бы сделать такой вот фестиваль сценарных читок, чтобы кто-то, чтобы все написали по сценарию, вот чисто для фестиваля. И как-то людям хоть какой-то смысл, да, оконце какой-то, свет в оконце показать. Она говорит, Саша, вот эту идею на самом деле, я уже с несколькими человеками обсуждала, и все мне говорят, что вот надо где-то взять 10 тысяч долларов. Я говорю, а зачем нам 10 тысяч долларов? Вообще, говорю, нам деньги здесь зачем нужны? Только для того, чтобы, ну, какие-то призы дать победителям, говорю, давайте мы скинемся с вами, там, вы дадите 10 тысяч рублей, я дам 10 тысяч рублей, и на это купим призы, да, каким-то по DVD-диску, по какому-нибудь. Ну, плюс я дипломы напечатаю, и все, больше ничего не надо. Ну, на самом деле, мы еще заплатили, пришлось заплатить осветителю, человеку, который там 3 дня делал свет и звук, ему просто, ну, надо было заплатить. Ну, и плюс мы покупали какие-то сушки и покупали воду для того, чтобы люди могли чай пить в перерыв, потому что, ну, там читки по 12 часов, 3 дня по 12 часов с утра до вечера. Вот, и мы объявили конкурс, прислали больше 300 сценариев, я лично читал, отбирал сценарии, созванивался с режиссерами, назначали, делали, на неделю нам дали док, мы делали репетиции этих читок, и, значит, провели первый этот фестиваль. Три года мы его проводили. Что вышло из этого фестиваля? Вышел, там был показан сценарий Марины Сочинской из Питак, потом этот сценарий оттуда попал к Елене Гликман, и было снято кино. Александр Кот снял фильм. Был снят фильм по сценарию Пулинович «Я не вернусь», оттуда. Был снят фильм по пьесе Яблонской «Язычники», тоже. Значит, я попросил сделать читку Леру Суркову, режиссера, она сделала читку, потом сделала спектакль в Театре Док, потом сняла фильм. Вот там, по крайней мере, три фильма довольно неплохих из этого фестиваля вышли. Ну и плюс были интересные обсуждения, в общем, мы там зажигали. То есть это была тоже какая-то вот, ну такая протомастерская сценарная. Потом Ирина забеременела, и у нас родился ребенок, и мы просто не могли уже больше этим заниматься, потому что, ну вы не представляете, что такое вдвоем делать большой сценарный фестиваль. Это очень много времени и сил отнимало. Я, честно говоря, немножко жалею, если бы там была возможность это как-то возобновить. Мне кажется, что это было прям здорово. Другое дело, что вот так вот в два лица это делать я уже точно не смогу. Вот, ну и дальше, значит, мне все равно хотелось, я уже представлял программу, я уже понимал, как все это строить. Мне прям хотелось все запускать в мастерскую. И тогда у меня агент была Аня Ефимова. Она и сейчас работает, по-моему, на НТВ она сейчас работает. И, значит, она работала тогда в таком фест-медиафонде. И она мне предложила, я говорю, вот я хочу делать мастерскую, мне нужно помещение, мне нужно куда-то, куда бы я мог людей привезти раз в неделю на три часа. Вернее, два раза в неделю. Три часа в среду у нас занятие проходило и вечером, и по субботам мы делали мастер-классы и просмотры. Два раза в неделю занимались. Вот, и она говорит, а давай вот здесь вот мы, я там поговорю с руководством, и нам разрешат здесь, в здании этого фонда, нам разрешат делать твою мастерскую. И мы сделали мастерскую бесплатную, набрали бесплатно людей, 70 человек, было на 10 мест, 10 человек мы отобрали и год учили людей. Тоже, это странно было, да, то есть мы ничего, то есть это было просто, как бы, да, это была мастерская, у меня была программа, все, мы делали разборы фильмов, там, и так далее, и так далее, но при этом это никак не оформлялось, мы не выдавали никакого диплома, то есть ничего, никто никаких денег не получал. Мы скидывались на какие-то конфеты, чай пили, да, но вот тем не менее, кто оттуда вышел из этого, Алжас Жанайдаров закончил эту мастерскую, Володя Батромеев, довольно, мне кажется, профессионально стабильно работающий сценарист, Лена Шахновская, Настя Самойлова, Всех-всех-всех не упомню сейчас уже. Егор Просвернин, кстати говоря, там учился, тоже, как угодно, Царствие Небесное, Светлое Место, да, как угодно можно к нему относиться, но уж назвать его бесталанным вряд ли у кого-нибудь язык повернется. Женя Калядинцев там учился, в числе прочего, кстати говоря, он там познакомился с, господи, режиссер-то хорроры снимает, ну, неважно, в общем, суть в том, что все ребята, все выпускники, значит, профессиональные, у всех, у всех, мне кажется, все более или менее в профессии сложилось, и в целом эксперимент оказался удачным, да, то есть, и, собственно, вот мне, когда кто-нибудь там пишет, что, а почему ты преподаешь, а я вот, меня, типа, не зовут преподавать, там, есть люди, которые мне, кто тебе разрешил преподавать, почему, вот, типа, я тоже хочу преподавать, почему меня не зовут, я, так, еди мать, меня же тоже никто не зовет никуда, да, то есть, я хочу преподавать, вот я в Афгике учился, и я подошел к руководителю, к нашему, и сказал, ну, как у нас это называлось, назывался факультет ВДПО, факультет дополнительного образования, пришел и сказал, говорю, я хочу преподавать, дайте мне какой-нибудь небольшой курс, мне дали факультатив по интернет-кино, три занятия, я провел, вот, как бы, опыт получил, здесь то же самое, да, то есть, меня никто не звал, я сам собрал мастерскую, сам нашел людей, сам нашел помещение, и получил там, год в год учил людей, да, получил какой-то опыт, вот, и дальше уже постепенно как-то появлялась информация обо мне на рынке, да, что вот есть такой бешеный чувак, все хотят писать сценарии, вот, параллельно там еще много разных интересных проектов проходило, я выпустил справочник сценариста России, тоже долго и упорно собирал информацию о всех работающих сценаристах, вот, потом меня столько еще, столько хейта получилось за это, вот, вот, одно время у нас была такая тоже протокиношкола в театре ДОК, мы делали вместе с Катей Нарши, тоже проводили там мастер-классы какие-то, вот, постепенно из этого родилось сообщество сценарный цех, и, собственно, вот, само вот это сообщество в Фейсбуке сценарный цех, его придумал я, вот, то есть у меня возникла такая идея, что надо сделать сообщество в Фейсбуке и там общаться на разные сценарные темы, это вот первое было первое сценарное сообщество, потом десятки появились, вот, и это забавно сейчас вспоминать и понимать, что вот тогда этого еще ничего не было, и это нужно было еще придумать, чтобы это было, вот, и вот сценарный цех запустили, запустили вот эту школу в театре ДОК, Жора Крыжовников там преподавал, Катя Нарши преподавал, Сандрик Родионов и так далее, то есть все, ну, хорошие-хорошие ребята, все это делалось абсолютно бесплатно, вот, потом меня позвали в МШК, Московскую школу кино, и, собственно, создавать сценарный факультет, там был продюсерский факультет, и вот они решили прям полноценную всю линейку курсов делать, и вот будут, будем делать сценарный факультет, и вот вместе с Сашей Талалом мы писали программу, набирали людей, я был, собственно, старшим преподавателем, то есть, ну, что называется мастером, да, то есть я преподавал именно мастерство, то есть именно сценарий, вот, я сразу же сказал руководству, что, ребята, я буду делать свою киношколу как хотите, я прихожу к вам на два года, вот два года я с вами работаю, один курс веду до конца, и после этого я ухожу делать свою киношколу, ну, они с этим согласились и забыли про это, и, значит, два года я там преподавал, с первого потока кто там вышел, ну, например, Юлия Идлис оттуда, и, кстати, вот ребята с первого потока, команда первого потока, они потом почти целиком ушли писать сериал Ольга, я потом с удивлением в китрах обнаружил, смотрю, о, это же мои, вот, но это приятно на самом деле, когда сейчас кто-нибудь пишет про какой-нибудь сериал, вот хороший сериал, заходишь, смотришь, а кто сценарист, смотришь, а там все мои выпускники, ну, окей, хорошо, приятно, вот, со второго потока Гузель Якина вышла, ну, в общем, тоже неплохие, никто не потерялся, все на месте, вот, дальше заканчивается, собственно, заканчивается два года мои в московской школе кино, это 14-й год, и в 14-м году я ухожу из МШК, как и обещал, ухожу делать нашу, нашу сценарную онлайн-мастерскую, решил, что все, как хотите, вот сейчас я должен ее запустить, все проекты отодвигаюсь, занимаюсь только мастерской, и сначала мне нужно было понять, как брать за это деньги, то есть, ну, надо было как-то, надо же, чтобы люди платили за обучение, иначе как мастерская может существовать, вот, думаю, надо как-то что-то, какие-то лекции посмотреть по бизнесу, про то, как этот бизнес делается, мне попадается лекция Морейниса, Аркадий Морейнис, огромная ему благодарность за это, мы делали с ним эфир, я брал интервью потом, и, значит, он в этой лекции говорит, что, ребята, а я думал, надо сделать программу, все надо точить, сделать и потом запустить, запустить, значит, он, значит, говорит, там следующую вещь, что, ребята, прежде чем создавать продукт, вы узнайте, интересуется ли рынок вашим продуктом, то есть, и для меня это стало, это мне взорвало мозг, то есть, он говорит, вот, ребята запускали бизнес, они упаковывали какие-то там доставка продуктов домохозяйкам, и вот они, значит, вместо того, чтобы создать эти упаковки и доставлять домохозяйкам, они встали возле супермаркета и начали спрашивать у домохозяек, какие продукты они хотят получать, то есть, они сначала собрали заказы, получили деньги от этих домохозяек, и только после этого начали по их запросам формировать вот эти пакеты продуктов и доставлять. Я такой, думаю, нифига себе, какая крутая идея, то есть, у меня еще нет мастерской, у меня нет еще ничего, да, нет программ написан, ничего, кроме, ну, полной уверенности в том, что я это сделаю. Нужно попробовать, да, для того, чтобы продендировать спрос, а непонятно вообще, то есть, ну, киношкол нет, то есть, в то время, когда запустилась наша мастерская, это сейчас куча киношкол, их не было ни одной, и вообще была такая мысль, что кто-то почему-то заплатит деньги за то, чтобы учиться сценарного мастерства, она выглядела немножко странной. Почему бы кому-то платить деньги вообще за что-то? У людей не так много денег тогда было. Вот, и традиции покупать что-то в интернете ее не было. И, значит, я запускаю краудфандинговую кампанию на сайте Планета.ру, что, ребята, я создаю киношколу, я сразу же хотел, ну, цена курса тогда была 50 тысяч, потом она повышалась, сегодня курс стоит 70 тысяч, всего два повышения у нас было за все это время. Вот, я сразу же хотел поставить цену 50 тысяч, цену лота, но меня они отговорили, они говорят, да никто, ты что, никто не заплатит тебе 50 тысяч за курс, делай 25, делай скидку. Первый. Ну, я согласился с этими аргументами, почему? Потому что, ну, действительно, это же риск для всех, поэтому изначально, да, скидка была 50% для первых поступающих в мастерскую. Вот, и я запускаю эту краудфандинговую кампанию и сажусь и уезжаю в Будапешт. Там заранее просто в то время это сложно все, там, визы пока получишь, билеты купишь. У меня по театральным делам планировалась поездка в Будапешт. У меня в Будапеште должна была быть премьера пьесы, премьера спектакля по моей пьесе. При этом там поездка планировалась за три месяца, а за это время театр закрылся и премьеру отменили. То есть, ну, она как бы несколько показов прошло, а официальная премьера, которая осенью должна была быть, она отменилась. Очень жаль, потому что там были, например, видеовставки, которые делал очень мною любимый режиссер Корнель Мундруцца. Вот. То есть, мне хотелось это увидеть. То, как, ну, один из любимых моих режиссеров Корнель Мундруцца снимает по моему тексту. Мне прям, я это так и не увидел, к сожалению. Но потом, в итоге, через пару лет после этого в Венгрии все-таки была постановка, поставили все-таки убийцу, там даже она вроде бы неплохо прошла. Но, тем не менее, да, то есть, я приезжаю в Будапешт на отмененную премьеру и параллельно запускаю этот курс. И думаю, вот это прямо вот как я себе представляю жизнь стартапера. Что я гуляю по Европе, значит, любуюсь красотами этого прекрасного города, и время от времени захожу в кафе, открываю ноутбук и смотрю на то, как ко мне на счет приходит день. Вот. В первый же день запуска мы заработали 56 тысяч рублей. То есть, у нас сразу же пришла, там было несколько разных лотов, сразу же пришла оплата курса за 25 тысяч. Не буду говорить, кто первая студентка наша была. Вот. И были лоты поменьше, там за 5 тысяч, за тысячу рублей, там. И вот там какое-то количество людей купил. Вот. И все. То есть, первый день 50 тысяч, и все, и ноль. И на этом доходы заканчиваются. То есть, мастерская закончилась, не начавшись. И я, значит, гуляю по этому Будапешту и понимаю, что карьера моя закончена. То есть, я запустил мастерскую, которую никто не купил. А при этом, естественно, еще куча хейта со стороны коллег. Какой? Что за сволочь Молчанов? Кто ему разрешил вообще запускать сценарный мастерство? Кто дал ему право? Мы должны собраться все вместе, обсудить мы, старые коллеги, и принять решение, разрешать ему обучать сценаристов или нет. Это звучит как шутка, но это реально. Реальные были такие обсуждения. То есть, реально я слышал такое, как один из уважаемых мною коллег вот такие вещи говорил. Кто ему разрешил? Кто ему вообще позволил? Возьму выскочки. И дальше, значит, никто ничего не покупает. Я начинаю читать какие-то статьи о краудфандинге, и мне становится от этого еще хуже, потому что большинство краудфандинговых проектов по статистике больше 50% денег, собранных за время проекта, собрались за первый день запуска. Вот. И я такой, ну, то есть, вот эти 56 тысяч, это и есть все деньги, которые мы соберем. Понимаю я. Я, значит, в полной депрессии возвращаюсь обратно в Москву и думаю, а что делать? Думаю, ну, мне отступать некуда. Я запустил мастерскую, ну и что? Ну и черт с ним, что? У всех краудфандинговых проектов было вот так. А у меня будет по-другому. Вот. И я сел в Facebook и начал просматривать список. У меня тогда было около 5000 друзей, гораздо меньше, чем сейчас. И я начинаю просматривать список всех этих своих подписчиков, друзей и смотреть профили и, значит, прикидывать, может этот человек учиться в мастерской или нет по интересам, да, по тому, что он пишет на своей странице. Если да, я ему писал в личку и прям предлагал купить мастерскую. И дальше, как ни странно, да, через несколько дней один человек купил, второй человек купил, третий человек купил и постепенно, постепенно, постепенно мастерскую начали раскупать. Вот. Было у меня несколько попыток набрать команду тоже. У меня все знания о бизнесе в то время я подчеркнул из сериала «Кремниевая долина». Если вы помните, был такой замечательный ситком о том, как ребята делали стартапы. У меня представление было, ну и плюс я там прочитал биографию Стива Джобса. У меня было представление, что я буду такой Стив Джобс. Вот я сижу, собираю команду и люди работают, а я руковожу, я их вдохновляю и мотивирую. Оказалось, на самом деле, совершенно не так. Я действительно собрал команду, там был технарь, там был менеджер по маркетингу. Потом эта компания начала очень быстро разрастаться, то есть там типа условно говоря, а давай вот я приведу девочку еще. Непонятно, что она будет делать, но она хорошая девочка, она сейчас без работы, ей надо где-то перекантоваться. Давай мы ей там зарплату положим, тысяч пятьдесят, вот, и пусть она там поработает. И эта девочка вместо того, чтобы там работать и действительно какую-то пользу нам приносить, приносила какие-то, ну как бы не то, что пользу, да, а еще и вредила, да, приносила какие-то проблемы. Вот. Менеджер по маркетингу, значит, составил маркетинговый план, в который входила, там, не знаю, раздача флайеров возле метро, да, то есть это опять же к рекламе сценарной мастерской это никакого отношения не имело. Вот. И я на это все увеличивающее безумие смотрел и понимал, что ну как бы надо где-то брать деньги, чтобы эту команду кормить, надо запускать еще курсы, надо с преподавателями договариваться. То есть я думал, что я сразу же запущу две мастерские, сценарную и режиссерскую, а потом постепенно за два-три года доведу до двадцати мастерских. То есть план изначально был такой. Вот. И я очень быстро понял, что вот эта вся машина, которая запущена, она прям с размаху летит в стену. То есть мастерская погибнет, не начавшись. Вот. И в один момент я всех разогнал, закрыл все планы следующих других мастерских и оставил. А моя мастерская при этом продавалась отлично. То есть, ну там миллион рублей мы набрали очень быстро. И первый курс был продан полностью. И в какой-то момент мы просто закрыли прием денег, потому что ну все, как бы куда уже. Вот сорок там, сорок два человека было на первом курсе. И я понимал, что это уже много и тяжело. Вот. И сайт, который нам сделал за кучу денег, сделал нам технарь, он был ужасный, он совершенно не работал. В итоге мне пришлось за одну ночь самому кривыми своими ручками, не программисту, создать сайт для нашей мастерской. И это и есть вот тот сайт, который сейчас наш сайт мастерской, это я его сделал. Да. И он отлично работает. Да. То есть, не какой-то там красивый сложный лендинг, на котором ничего нельзя было разобраться, ничего нельзя было понять. Вот. И я понял, что надо делать просто все самому. Разбираться во всем самому. То есть, в технических аспектах сайтов надо разбираться, в гид-курсе надо разбираться. И я начал учиться сам, со страшной силой. То есть, я проходил курсы по гид-курсу, по тому, как с гид-курсом работать, как там что интегрировать, как сайты делать. Когда я понял, что продажа курсов – это маркетинг, я начал изучать маркетинг. Ничего вообще, ничего не понимал о маркетинге. Вот знал, что есть такой маркетолог Игорь Манн. Пошел в интернет, нашел все его книги, прочитал, заказал все его книги, прочитал все его книги по маркетингу. Там у него всегда в конце список литературы от 50 до 100 наименований. Он тоже такой. Он тоже. Ну, это Манн, Иванов и Фердер. Это вот один из этих ребят. Я подписался на смарт-ридинг, прочитал все конспекты смарт-ридинг, прочитал все книги, которые упоминал Манн в своих книгах. За первый год я прочитал 700 книг. То есть, это, ну, две книги в день. То есть, я с утра до вечера читал, 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 в огромных количествах прогонял через себя информацию. Ну, и учился. Слушал лекции, прослушал курс MBA по бизнесу. Дальше в какой-то момент я наткнулся на Парабеллума и посмотрел, да, то, что он пару вебинаров его послушал и понял, что это, собственно, как раз то, что мне надо. Это инфобизнес. Это то, как продавать курсы в интернете. И, кстати, нашел самый дорогой его курс, платиновую группу. Он стоил там 100 тысяч за занятие. Тут же заплатил 100 тысяч за первое занятие. Пришел на эту платиновую группу, пообщался, познакомился. Значит, там был мозговой шторм на этой платиновой группе. И на этом мозговом шторме я придумал проект бесплатного курса «Сценарий за неделю», который на следующий же день сразу же и запустил. И в этот курс «Сценарий за неделю» вписалось 2,5 тысячи человек. И, собственно, с этого момента все завертелось. То есть мастерская начала развиваться очень быстро. В итоге я купил за миллион рублей годовой личный коучинг у Парабеллума, учился с ним, ездил с ним в Барселону, ездил с ним в Милан. Сейчас у Парабеллума много очень хейтеров. И частично этот хейт заслужен, на мой взгляд. Потому что у Андрея разные периоды бывали. Но для меня Андрей – это прежде всего человек книги. То есть это человек, который всю жизнь, свое царствие небесное светлое место, всю жизнь читал по книге в день. И проходил по тренингу в неделю. То есть у человека страсть к знанию была совершенно невероятная. И мне это очень сильно импонировало. Потому что я тоже человек книги. Для меня книга – это святое. И мы с ним часами разговаривали о каких-то прочитанных и написанных книгах. И для меня это был, конечно, очень ценный опыт. И те люди, с которыми мы тогда познакомились на платиновой группе, мы со многими из них до сих пор общаемся. И таким образом постепенно-постепенно начала формулироваться наша программа. И вот эта конфигурация того, что мы делали, она где-то вот в 2014-2015 году она сформулировалась. То есть это 4 годовых курса, 4 трехмесячных курса в течение года. Это базовый сценарный курс, потом сериальный курс, полнометражный курс. И четвертый курс я делал каждый год раз. Иногда это был хоррор, иногда это была комедия, иногда это была адаптация. Какие-то курсы больше, охотнее покупали, какие-то курсы меньше. Потом постепенно, естественно, тоже все время и программа докручивалась, все время что-то изменялось. Я изначально вообще боялся выходить в прямой эфир, ужасно боялся. То есть вот так как сейчас выйти, сесть, запустить камеру и начать что-то разговаривать, я не мог. Но я интроверт, я всю жизнь сидел на кухне, писал сценарии, мне тяжело было с людьми общаться. И я уроки записывал на телефон, то есть у меня даже не было какого-то аппарата для записи аудио. Я на телефон включал и записывал аудио, и потом выкладывал аудио уроки. Потом начал вести в прямом эфире, но опять же не включал видео, то есть только аудио было. Потом начал презентации включать, потом начал все-таки все в прямом эфире вести. Сейчас все наши уроки я всегда веду в прямом эфире, потому что это какой-то обмен энергией, то есть какое-то общение, ты вопросы какие-то задаешь людям. Ну и еще раз давайте по нашей программе, к чему в итоге мы пришли. В этом году у нас, возможно, я думаю, что последняя какая-то коррекция конфигурации нашей программы произошла. Мы закрыли базовый сценарный курс, мне он очень нравился. То есть это реально классный курс, это уникальный курс, нигде такого курса нет и не было. Но мне в нашу вот эту линейку очень хотелось встроить курс по написанию пьесы. И вот в этом году я решился и базовый сценарный курс заменил курсом пьеса. Мне кажется, достаточно успешно, очень хорошо мы поработали, хорошие тексты получились. Сейчас ребята разослали пьесы по театрам и ждем-сидим какого-то результата. И пять лет назад я запустил курс по написанию романа, не пять, уже шесть. Ну шестой уже поток прошел, ну пять, да. Тоже тяжело он шел поначалу. Постоянно была коррекция программы, коррекция докрутки. Изначально он был трехмесячный, сейчас он такой три месяца плюс два месяца плюс четыре месяца. То есть там идет постепенное, то есть мы его начинаем в мае и заканчиваем на Новый год. То есть там сначала занятия идут каждую неделю, потом два месяца раз в месяц и потом финальные занятия через четыре месяца. Чтобы у людей было время дописать свои романы. Вот, тоже достаточно успешный, ну вот, например, Юлия Идлис написала роман «Гарторикс» на этом курсе, который там сейчас, опять же, рвет все чарты. Павел Манылов написал роман «Папа», тоже, который кучу премий выиграл. И, в общем, уже там десятка три, наверное, романов, написанных на этом курсе, стали, стали, и были изданы, и стали бестселлерами. Вот, и сегодня линейка выглядит следующим образом. Первый курс сентябрь, октябрь, ноябрь – это курс пьеса. Декабрь, январь, февраль – вот сейчас идет курс по написанию сериала. Следующий курс, март, апрель, в середине мая он закончится. Курс сценарий полнометражного фильма, набор на который идет прямо сейчас. Поэтому, братцы мои, если вы хотите попасть в мастерскую, то начинайте с этого курса. С любого курса можно начинать, но полный метр – это тоже у нас каждый курс, он сделан по-своему. Там свои акценты и своя, что называется, доминанта. То есть, если, например, сериальный курс, он более ориентирован на производство, то есть я там рассказываю о каких-то реальных боевых ситуациях, в которых сценарист оказывается, работая на телевидении. А сценарий полнометражного фильма – это такая сценарная терапия, сценарный шаманизм. И он прям реально такой получился очень терапевтичный курс. То есть, такой курс личностного роста. То есть, такой курс проработки своих травм посредством написания сценария. Тоже достаточно успешный, мне кажется, нормальные ребята работают, закончившие этот курс. Кучу фильмов уже сняли. И дальше курс по роману, он начинается в мае и заканчивается на Новый год. Вот так вот примерно выглядит программа. Помимо этого, очень важная часть нашей работы – это наши бесплатные курсы. Они проходят, вот следующий бесплатный курс, он пройдет у нас с 1 по 10 января. В марте у нас пройдет курс по написанию бестселлера, технология бестселлера. В июне мы всегда проводили сценарий за неделю. Сейчас у нас курс по написанию пьесы, пьеса за неделю бесплатный. Потом в сентябре курс телесериал «Начало», курс по разработке заявки телесериала. И обычно в сентябре-октябре мы проводили сценарную конференцию. 8 лет подряд мы ее проводили. В этом году я просто… На самом деле, ну, сами понимаете, что ситуация в мире такая, что она меня просто вымотала морально очень сильно. Я в этом году просто… В прошлом году еще как-то на кураже на каком-то мы ехали, в этом году у меня реально просто сил не достало провести сценарную конференцию. Потому что, ну, это очень тяжелая нагрузка. Это и физически, и эмоционально очень тяжелая нагрузка. И я в этом году сценарную конференцию проводить не стал. Ну, в следующем году, я надеюсь, мы ее вернем и проведем. Все будет нормально. Что еще интересно? Вот как так выглядит, в принципе, наша линейка курсов. Что еще за это время интересного проходило и происходило в нашей жизни? Одно время я очень сильно увлекся коучингом. И коучинговый элемент, коучинговые техники, их довольно много встроено в наши курсы. Я прошел полное обучение, полную программу, 4 блока искусства и наукотрансформационного коучинга в Риксоновском институте коучинга. Получил сертификат. То есть я сертифицированный коуч, что называется. И какое-то время я брал индивидуальную практику, индивидуально занимался, делал коучинг. Один на один. Но, опять же, это, во-первых, очень тяжело. То есть у меня было от 6 до 10 клиентов одновременно. И это, допустим, ты понедельник, вторник занимаешься коучингом, ведешь консультации чередой. А вторую часть недели ты просто в себя приходишь. Потому что это реально очень-очень тяжелая нагрузка. И в какой-то момент я от этого просто отказался, от работы один на один. Но это был реально очень полезный опыт, потому что, ну, действительно, многие техники были хорошо встроены в наши основные программы. Когда началась пандемия, да, я, опять же, когда уже запускалась наша сценарная мастерская, мне всегда были интересны сценаристы. Я всегда старался, ну, делиться не только своим опытом делиться с коллегами, но и делиться опытом коллег с собой. И где-то лет 11 лет назад я начал брать интервью сценаристов. Изначально я их брал вообще текстом. То есть я присылал письменно вопросы. Проект назывался «Кто здесь?» И присылал вопросы, и люди присылали мне ответы. И эти интервью публиковались в Фейсбуке. Я их периодически, там, старые какие-то интервью вытаскиваю. Ким Белов был, Миша Дурненков, Нина Беленицкая, Алексей Гончуков, Рауф Кубаев, Дана Жене. Там вот всех ребят, которые там сейчас работают. Олег Маловичко, Саша Талал. Я их опрашивал, задавал им вопросы. Потом я из этого, Игорь Тилькин, из этого собрал книгу «Как мы пишем сценарий». И я ее, собственно, издавал, распространял бесплатно. И один из авторов, там около 50 людей, у которых я брал интервью, он мне написал истеричное письмо, что типа «Какого черта ты используешь мой материал для того, чтобы обогатиться?» И я психанул, а как обогатиться? Бесплатно. Книга распространяется бесплатно. И я психанул, и я ее закрыл просто, закрыл к ней доступ. Говорю, ах, вот так, сволочи. Ну вот бывает так, да, то есть ты как бы делаешь что-то для людей, а тебя все время говном со всех сторон забрасывают. Это, конечно, меня всегда поражало. Ну как же так? Ребята, ну я же для вас делаю это все. Как? Ну, творческие люди. Ко всему я привык. Но я для себя давно, уже много лет назад, я для себя принял такое жесткое правило, что я никогда о коллегах плохо не отзываюсь. Даже если они что-то про меня пишут, да, даже если кто-то мне пишет, а вот такой-то, такой-то пишет, что ты там нехороший человек. Я говорю, ну, хорошо. Что ты по его поводу думаешь? Я говорю, да ничего не думаю, талантливый человек. Все хорошо, он пишет, работает. Вот. Ни разу меня эта позиция не подводила. И ученикам тоже всегда говорю, что если вас кто-то ругает, лучше игнорировать. Уж точно отвечать не надо. Ну, вот. Дальше, да, я где-то лет 9 назад начал делать эфиры со сценаристами. Первое было интервью с Красовским, с Александром Красовским. Или Алексей? Алексей Павлович Красовский. Режиссер, сценарист. Вот мы сделали с ним прямой эфир. Через Google Hangouts была такая программа. Вот. И потом постепенно, сначала я делал интервью только со сценаристами, и постепенно мои интересы, они как-то расширялись. Начал приглашать психологов, ученых разных. И как-то вот все интереснее и интереснее. Это все запускалось, был запущен подкаст. И когда началась пандемия, и мы все сели дома, и тоже, ну, была некоторая растерянность такая, непонятно, что делать. Да, то есть вот мы сидим. И что делать? Садиться «Игру престолов» пересматривать. Некоторые мои друзья так и поступили. Но я, естественно, так не мог. То есть у меня энергии столько, что я не могу просто сидеть дома и смотреть «Игру престолов». Вот. И я решил, окей, хорошо, раз вы так, я тогда буду делать эфиры каждый день. Вот. Тем более, что, например, были люди, которые там, Яна Секстерс, с которой мы давно хотели сделать интервью, но она такая, все, у меня репетиция, у меня спектакль, у меня там встреча с детьми, там еще что-то. А тут все, они сидят дома. Я говорю, ну, Яна, делаем эфир. В какой день? Она говорит, в какой угодно. У меня теперь все дни свободны. Вот. Я начал делать эфиры каждый день. И иногда два эфира в день, иногда даже три эфира в день делал. Мне это так нравилось. Вообще, удивительное ощущение, когда ты делаешь эфир, когда вдруг вот чувствуешь, что с собеседником как бы идет какое-то интересное взаимодействие, и ты просто, это вот ощущение такого полета. Вот. И тоже куча интересных, классных гостей прошла через этот наш эфир. Дробышевский, Таня Мужицкая несколько раз приходила, Довгань, и там космонавты, спортсмены. Вот мне интересны люди. И это было, ну, какое-то классное достаточно время. Почти два года я брал интервью, там, ну, плюс-минус каждый день. То есть, там, я делал где-то, в какой-то момент это стабилизировалось, я делал там четыре интервью в течение недели. То есть, ну, в четверг, выходной, понятно, да, а остальные, понедельник, вторник, среда, пятница, вот, четыре дня эфиров. И подкаст у нас неплохо развивался, но тут я, ну, тут гребанное «но». Тут же выскочит «оно». Значит, некий человек, который, неважно кто, да, немножко там нам помогал с техническими какими-то моментами, он предложил рекламировать наш подкаст, заниматься рекламой. И почему мне это было надо? Потому что, ну, подкаст, ну, смотрели, ну, слушали, ну, как-то без особого такого. Это же не дуть, да, и качество другое, и гости, в общем, не... Там, рэперы меня особо не интересовали. И... Ну, хотя у нас были интервью, которые там, Скорпат, интервью Скорпатовым, например, там несколько сутен под миллион просмотров было. Вот. Но для того, чтобы гости приходили, они должны видеть, что наши интервью смотрят. Я говорю, ну, хорошо, да, давай будем запускать рекламу. И в какой-то момент там на пике наших отношений с ним я на рекламу отдавал до 200 тысяч рублей в месяц. Вот. И он мне действительно там показывал какие-то цифры сумасшедшие, которые там наш подкаст смотрит там и так далее. Я не очень понимал, как-то эти цифры не особо бились с реакцией людей. И, естественно, в какой-то момент выяснилось, что, да, он делал действительно какую-то рекламу в каких-то сообществах ВКонтакте, там что-то размещал. Но, конечно, на самом деле большую часть денег просто воровал. Вот. И я ужасно расстроился, когда все это вскрылось. Там еще меня обвинили в мошенничестве, да, что это я там что-то как-то, что-то мучу. Вот. Но другое дело, что мы же никак это не монетизировали совершенно. То есть мы не продавали рекламу в подкасте. Да. То есть вот мы делали интервью, и все. Да. Люди их смотрели. Вот вся бизнес-модель. Да. То есть у нас монетизации никакой не было. То есть я просто терял на этом там кучу времени, денег и сил. И все. Вот. К сожалению, единственное, как бы, о чем я жалею в связи с этой историей, с подкастом, то, что я тогда запустил проект, очень интересный проект под названием «Диалоги». Проект, в котором мы набрали группу авторов, их около 50 было, и люди брали интервью для этого проекта. Это прям, по-моему, было очень круто. То есть у нас мы... Я делал какие-то вебинары, записывал для них о том, как брать интервью, структуру интервью разрабатывал. То есть прям, ну, серьезно заморачивался именно поэтикой интервью. Довольно интересный жанр. И мы выкладывали до 10... Мы делали до 10 интервью в день. Разные авторы. Вот, ну, интересно. Мне кажется, что это прям интересный проект был. Он был очень разнообразный. Там были ученые, предприниматели, астрологи, торологи. Да, то есть мне было интересно делать максимально разный спектр мнений, максимально разный спектр способов мышления. Но когда произошла вот эта история с обманом статистики, она меня, честно говоря, она меня просто убила. То есть морально это было невероятно тяжело. То есть когда ты человек рядом с тобой, который тебе там становится близким, и ты понимаешь, что он просто тебя там обкрадывал и обманывал все это время. Для меня это было невыносимо. И после этого у меня вот само слово подкаст долгое время у меня вызывало очень такую нервную реакцию. И я закрыл просто, с психа закрыл этот проект. И сам с тех пор, там, пару раз у меня были попытки возобновить эфиры, но я чувствую, что пока еще ПТСР у меня по этому поводу не прошел. Ну, хотя попробуем. Я хочу в этом году провести эфир у Олега Телемского, старый мой друг, создатель проекта Кастали, у него выходит колода Таро. И меня сейчас именно Таро как метафорическая система меня очень сильно интересует. То есть это одна из самых крутейших вообще метафорических систем, на мой взгляд, которая непосредственно касается нашего с вами предмета, мифа, драматургии и так далее. То есть это гораздо более сложная метафорическая система, чем, например, эннеограмма. И она очень много дает и для саморазвития, и понимания того, как работает история, и вообще как работает психика человека. И он выпускает, он два года работал над своей авторской колодой Таро Черных Звезд. Вот он перед Новым годом ее выпустит. И мы давно договорились, что мы с Олегом сделаем обязательно эфир. С ним всегда очень интересно поговорить. Вот считайте, что я официально анонсирую. Надеюсь, что где-то там в середине-конце декабря мы с ним такой эфир сделаем. И когда началось СВО, понятно, что это все очень сильно ударило и по мастерской, потому что у нас было довольно много студентов было из Украины, и уже были куплены курсы ими следующие. Мне пришлось всем им вернуть деньги, что я сделал безо всякой. Ну, просто мгновенно было сделано. Я считал, что это правильно. Несмотря на то, что, конечно, помимо запросов о возврате денег, я много еще чего хорошего о себе от них услышал, но тем не менее. Вот все, ребята. Окей, вот так. Плюс фактически оказались уничтоженными наши соцсети, которыми мы много лет занимались. То есть, ну, Инстаграм практически перестал существовать. Там сейчас охват 500 человек в день. Основная наша страница, это была страница в Фейсбуке, и там было 275 тысяч подписчиков. То есть, там было пишешь комментарий, обновляешь уже 10 комментариев, пишешь пост, 10 комментариев, обновил 100 комментариев. То есть, очень много было читателей. Сейчас тоже там тысяча человек в день читает страницу. Вот. Мы переместились в ВКонтакте. В ВКонтакте у меня в то время было, не знаю, там 100 подписчиков. Вот. И по большей части сценарная, понятно, что охват и аудитория ВКонтакте, она несравнима с тем, какая аудитория у нас была раньше в Фейсбуке. Вот. Но, тем не менее, кто с нами, тот с нами. Мы продолжаем работать. Я запустил большие годовые программы, которые я провожу по понедельникам. Первая программа «Практическая магия», вторая программа «Год денег», третья программа, которая идет сейчас «Год радости». Надеюсь, что все вы ее проходите. Непростая, сложная, с такой серьезной энергоотдачей. Но мне кажется, что вроде бы эти программы не имеют какого-то прямого отношения к сценарной мастерской. Иногда люди с недоумением спрашивают, ты же сценарист, ты должен писать про сценарное мастерство. Но что такое сценарное мастерство? Сценарное мастерство – это фундамент жизни. А для того, чтобы быть сценаристом, недостаточно только смотреть кино. Недостаточно только разбираться в сценарном мастерстве. То есть сценарист должен разбираться во всем. У сценариста круг интересов должен быть предельно широким. Если взять там, не знаю, давайте я вам прям первое попавшееся. Хватай, вот книги, которые, там, вот мой круг чтения, да, то, что я сейчас читаю. Элиаде, шаманизм, архаические техники экстаза. Россия в глобальной политике. Стивен Хоукинг. О происхождении времени. Вот мой круг интересов. Да, он достаточно разнообразен. Ну и, конечно, Коран, Легведа. Это все имеет отношение, имеет непосредственное отношение к тому, как работает, как устроено наше ремесло. То есть, так же, как, кстати говоря, когда я был журналистом, я тоже не очень понимал, почему большинство журналистов, они вот занимаются своей темой. Да, вот человек пишет, не знаю, про мосты, и он только мостами своими интересуется. То есть, я считаю, что сценарист должен, вернее, журналист и сценарист тоже, да, для того, чтобы быть, чтобы уметь понимать, взаимодействовать с информацией, осмыслять ее и писать тексты, да, человек должен и тютчево почитать, да, и про квантовую физику должен понимать. Понимать, да, и про наполеоновские войны должен понимать, да, то есть круг интересов должен быть достаточно широким. То есть, человек должен понимать взаимосвязи между темами и предметами. Даже если он занимается, вот всю жизнь пишет про, не знаю, про комбайны, про какие-нибудь. Вот с сценарным мастерством то же самое. И наши курсы психологические, вот эти магические, что называется, да, такие неомагические курсы, они тоже очень важны. Хотя, может быть, кажется, что непосредственного отношения к сценарному мастерству они не имеют. Вот, и мы создаем, мы вместе создаем в мастерской некое поле, некое поле взаимодействия. И дальше это поле начинает, мы что-то отдаем, что-то вносим в свой взнос какой-то в это поле, и дальше это поле начинает воздействовать на нас. И в нашей жизни тоже что-то постепенно меняется, да, то есть люди достигают целей, которые они ставят, да, решают финансовые проблемы, решают творческие задачи какие-то, да, и жизнь у людей меняется. И меняется она к лучшему, и важно, чтобы она менялась к лучшему. Вот, и мне кажется, что вот для этого я и работаю. Когда-то давно я сформулировал, да, то есть мы создаем сценарную мастерскую, да, я создаю сценарную мастерскую, а для чего? И вот как цель, то есть сценарная мастерская – это средство, а цель, что такое цель? Когда-то давно я сформулировал, что эта цель – это создание универсальной системы повышения продуктивности для творческих людей. Да, то есть вот как Альтшуллер создал ТРИС для изобретателей, вот так же я создаю, условно говоря, ТРИС для писателей. Ну или там Станиславский создал свою систему для актеров, а я создаю свою систему для писателей. Почему, на мой взгляд, это важно для писателей? Потому что писатель – это тот, кто создает мир, в котором мы живем. И если писатель здоров, психически здоров, физически здоров, финансово состоятелен, да, то есть если у него все в порядке с отношениями между людьми, с карьерой, если он чувствует себя базово счастливым, то он и текст, который он будет писать, его текст будет закладывать модель вот этого базового счастья, базового ощущения счастья. И в то же время, да, он будет закладывать здоровые модели решения проблем, да, то есть условно говоря, да, опять же, если мы там оглянемся на историю литературы, мы увидим, что там, помимо всего прочего, да, очень много таких нездоровых моделей, да, запуталось с личной жизнью, запуталось, что делать? Ну, ныряй под пояс, да, или глотай яд. Здоровая ли эта модель? На мой взгляд, нет, абсолютно. То есть, ну, это не значит, что надо вычеркнуть вообще эти тексты из истории литературы, да, но, опять же, нужно выстроить какое-то здоровое взаимоотношение с этими текстами, да, то есть, окей, есть такой путь, мы поищем другой путь, но вот мне кажется, что литература, она должна показывать вот этот другой путь, и я своих учеников всегда учу, что мы, что такое драматургия, да, мы наших героев, мы создаем проблемы для наших героев, мы проводим наших героев через какие-то проблемы, которые приводят к их трансформации, к их изменению, и всегда нужно показать, каким образом герой находит выход. То есть, это не значит, что герой там, ну, всегда должен выжить, он может и погибнуть, например, в результате, но он все равно должен показать выход, да, то есть, он должен чему-то научить читателя, то есть, всегда должен быть, что называется, хэппи-энд, да, то есть, хэппи-энд, условно говоря, там, в истории Матростова, да, когда он бросается на пулемет, это хэппи-энд, как ни странно, да, то есть, он решает задачу некую, он показывает вариант решения задачи, вот, и он нами воспринимается как позитив. Вот, и вот это, я хочу вот эту и этическую, и структурную модель отношения к миру, к жизни, и есть то самое главное, что является основой нашей сценарной мастерской, это то, чему я учу наших учеников. И мне кажется, это одна из тех причин, ну, помимо, там, большого количества чисто ремесленных знаний, а сценарное мастерство сегодня, это большое количество чисто ремесленных знаний, да, то есть, мне не близка вот эта позиция, иногда, там, придурки всякие пишут, что, типа, а кто учил Пушкина? Блин, у Пушкина были лучшие, на то время, лучшие учителя в России. Он учился в Царско-сельском лицее в лучшем учебном заведении в России. Кто учил Пушкина? Смешные вы, да, и считается, да, непонятно почему, да, что писательство учить не надо. Ну, вот вы бы поехали, поплыли бы на корабле, который построил человек, который не учился делать корабли. Ну, наверное же, нет. Вы бы хотели, чтобы человек, который построил корабль, он был инженером, да, чтобы у него был опыт строительства кораблей. Так почему же к писателю такое требование? А сегодняшний текст, сегодняшний художественный текст несравнимо сложнее текстов, которые писали, скажем, ну, не знаю, там, Гомер, например, даже в шекспировские времена. То есть сегодня работа над текстом усложнилась многомерно, да, то есть война и мир – это текст в тысячу раз сложнее, чем все собрание сочинений Шекспира или весь Гомер, например. И чем дальше, тем тексты становятся сложнее и сложнее и сложнее. То есть вы посмотрите на какую-нибудь, не знаю, бесконечную шутку или на Улиса Джойса, или там, не дай бог, на поминки по Фенигану. Да, можно написать такой текст, ничему не учась. Ну, нет, нельзя. А сегодняшняя, ну, высшая форма сегодняшнего драматургического старителлинга – это телесериалы. Да, возьмите сериал «Брейкин Бэк», возьмите сериал «Наследники». Ну, это космический корабль по уровню сложности того, как этот текст написан, по уровню сложности – это космический корабль по сравнению с тростниковой лодкой. Вот. И там очень много чисто ремесленных, чисто профессиональных каких-то секретов, которые тоже надо осваивать, которые на дороге не валяются, которых большинство людей, которые обучают сценаристов, да, они вообще даже понятия не имеют. Вот. Поэтому, да, это сложная профессия, одна из самых сложных профессий, этому надо учиться. Мы это делаем, результаты у нас, мне кажется, неплохие, но самое главное, опять же, я повторюсь, мне кажется, что это этика. И этика, на мой взгляд, она основа эстетики. То есть эстетика рождается из этики. Вот. Ну, вот. Не знаю, что будет, как будет дальше развиваться наша сценарная мастерская. Она не такая. Вот сейчас, оглядываясь назад, 15 лет прошло, да, у нас нет здания в центре Москвы, у меня нет 20 факультетов, нет большого количества учеников. И по сути, в каком-то смысле, наша сценарная мастерская сегодня, это вообще не бизнес. Да, то есть это не инфобизнес. Мы там, ну, не сумасшедшие деньги зарабатываем. Но самое главное, это все это время, мне кажется, что я все лучше и лучше понимаю предмет. То есть сегодня, сейчас мне там 49 лет. И, конечно, когда мне было 35 лет, мне казалось, что я все знаю о сценарном мастерстве. Сейчас я понимаю, что не, далеко, далеко. За это время я гораздо больше, уровень понимания гораздо больше улучшился. А какой же он будет еще через 15 лет? Вот мне кажется, что это важнее. Важнее понимать, понимать ремесло. Понимать то, как работает сценарий, как работает драматургия. А не увеличивать кэш-флоу. Вот таким образом, я еще раз, если у вас есть какие-то вопросы по нашей сценарной мастерской, то задайте, напишите в комментариях. Если все понятно, что я вам рассказал. Самое главное, понятно ли вам задача? Понятно ли вам, чего я хочу добиться в нашей сценарной мастерской? Если понятно, напишите, что понятно. Дело вот в чем, что вот эти наши принципы, эти наши этические принципы, которые я закладываю в наших учеников, они, мне кажется, дальше начинают распространяться через их тексты. Сегодня здесь я и 40 человек моих учеников. Завтра здесь я и 40 человек моих учеников и 4000 их читателей. 40 тысяч их читателей, 400 тысяч их читателей, 4 миллиона их читателей, 40 миллионов их читателей. Мы постепенно увеличиваем вот это влияние, надеюсь, что позитивное влияние нашей сценарной мастерской за счет охвата текста то есть да я мог бы сесть еще написать там еще 10 сериалов которые покажут по всем каналам но я лучше сделаю так что мои ученики напишут 100 сериалов напишут 100 пьес напишут 100 романов да там не будет моей фамилии да и они естественно они будут думать что это и только их заслуга то что они написали эти тексты меня то понимаю как все устроено но мне мне действительно приятно бывает когда ученики пишут что вот александр я там приз выиграл такой-то там вот книга издана премьера фильма и так далее ты практически каждый день происходит она не не сразу не быстро происходит да то есть вот там человек мне написал который прошел все курсы сценарной мастерской шесть лет назад или семь лет назад да и вот сейчас он только сейчас начинает вот у него один сериал вышел второй сериал вышел третий сериал вышел да то есть у нас где это дело не быстро то есть я всегда кстати говоря всегда говорю особенно когда мне кто-нибудь пишет типа александр а вот если я пройду ваш курс за 70 тысяч рублей я заработаю миллион долларов концу этого года до или а сколько я за а сколько платят за сценарий а сколько куда да ребят это не банкомат если это не так работает что вы написали сценарий засунули его в машинку и оттуда пачка денег выехал но вполне может быть что от вашего написанного текста до первых денег пройдет лет пять или семь или десять или 15 или вы вообще никогда никаких денег не получите такое тоже может быть творческая работа вот а может быть сразу получите такое тоже было человек закончил курс даже еще не закончил курс а еще участь на курсе там у нас одну девушку одна девушка еще участь о базовом сценарном курсе ее взяли да накурившись завязался разговор значит взяли в компанию и на компанию креативным продюсером и у нас были ребята которые был мальчик из крыма который закончил сериальный курс который сейчас идет после этого стал главным редактором компании нигде не учился кроме нашей сценарной мастерской написал пилот отправил в компанию пилот понравился его пригласили на разговор заказали один проект второй третий взяли на работу сейчас работает главный главный редактор главный гибель продюсер хороший крупной компании отлично мне нравится такие истории вот поэтому поэтому вот так ладно друзья мои большое вам спасибо за то что вы слушали мне важно было не только там проговорить что-то а какие-то вещи для себя сформулировать следующие что у нас будет происходить с 1 по 10 у нас самодисциплина для писателей сценаристов как и всегда традиционно мы бегаем обливаемся ледяной водой и пьем воду с лимоном отказываемся от кофе и от соц сетей делаем заряд заряд позитивной энергии на целый год вперед а прямо сейчас сегодняшнего дня у нас открыт набор на онлайн курс сценарий полнометражного фильма если вы вдруг у нас еще не не учились то приходите поступайте и будем как как говорит таня мужицкая купи себе купи себе хороший год вот купите себе хороший следующий год так я закончила литературный институт но для меня самая ценная информация приходит именно от молчанного спасибо вам да спасибо так есть я даже какие-то чуть не буду по этому поводу я знаю ценность нашей информации я знаю прекрасно мастерская это глобальная миссия да это так я именно так это для себя я именно так это и понимаю работа в мастерской не как ни в коем случае это не узко специальная профессиональная какая-то задача исключить цель исключительно глобальной мне кстати говоря мне очень понравилось когда я познакомился я очень люблю анатолий акима писатель я большой поклонник его белки и особенно отца леса и когда мы с ним познакомились я приезжал домой мы с арсением гончуковым мы записали с ним огромное пятичасовое интервью она есть на ю тубе вот и он не после этого подарил белку надписью с автографом и автограф меня поразил он долго думал над надписью потом написал закрыл и отдал мне явно как бы давая понять чтобы я потом от прочитал я значит потом открыл книгу и там было написано учители учителей и это на самом деле меня просто как как огнем обожгло это надпись да почему потому что но и действительно тогда я учу учителей писатели это учитель вот поэтому то может быть что может быть почетнее вот так что я сегодня я доволен что мы эти 15 лет прожили да какие-то были годы тяжелее какие-то годы были легче но мы будем продолжать работать и я надеюсь что и 20 лет отметим и 25 и 30 и 50 на вот ну и дальше уже без меня будете отмечать кто-то кто-то из учеников что называется подхватит знамя экипажа вот и я очень надеюсь что сценарная мастерская александра молчанова затем будет и без александра молчанова будет продолжать нести мое учение свет моего учения массы и пожалуй стакан накачу сегодня сейчас с ребенком погуляю да я оказывается на последнем базовом училась до базовый сценарный курс ушел в легенду но он на самом деле понимаете как с базовым курсом он как бы я не считаю его умершим окончательно почему потому что он действительно крутой он прям реально крутой но мне кажется что сегодня большинство людей которые приходят учиться в мастерскую они уже какую-то базовое какое-то понимание сценария они уже имеют читают книги сценарные смотрят кино и поэтому ну как-то гонять базу эту может быть я сделаю какой-то облегченный вариант базового сценарного курса бесплатно то есть конечно ну делать трехмесячный курс бесплатный это странно но например сделать какой-то недельный интенсив такой подготовительный перед там скажем сериальным или полнометражным курсом может быть есть в этом смысл потому что но все-таки постановка постановка киношного зрения это это важная вещь я я подумаю я я думаю что совсем его хранить мне не хочется вот ну все друзья мои большое вам спасибо спасибо тем кто пришел пришел поздравить прямой эфир и увидимся когда мы увидимся ну системе кто учится в мастерской увидимся в четверг тем кто проходит год денег увидимся в понедельник 12 часов а с теми кто будет проходить самодисциплину увидимся 1 января в 12.00 спасибо и пока-пока